Лёша играет. Хочу закончить этот год ФФА сериалом по Beyond Earth. Всё-таки последние, не знаю, месяца полтора я только в Beyond Earth и играю. Сыграл уже очень много игр, все их записывал, но решил выбрать вот именно эту игру, где я играл за Палистралию, потому что здесь много, она такая разнообразная, то есть вы увидите и мирное развитие, и войну, и неожиданную развязку. То есть всё довольно необычно. Надеюсь, успею выложить до конца года. Во всяком случае, примерно так у меня это всё запланировано, и уже в начале следующего года будет Цива. На этот раз мы играем в ФФА на пятерых, вот так собрались. Среди моих соперников уже знакомые вам Кицаль и Мастер, а также новички Камрад Гео и Тёртл. Более камерная обстановка, но никак это на динамику игры не повлияло. Традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и от оскорбления участников. Если вы смотрите видео не в день выхода, то переходите по ссылке в правом верхнем углу, белая кнопочка с буквочкой I. Там будет ссылка на весь плейлист, и можете посмотреть весь сериал полностью. Ну а на этом всё. Приятного вам просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok пускай тут лечится для следующим ходом будет об самолетов и в в и и и и и Очень мне Китсал твоя перспектива не нравится. Моя перспектива? Да. Почему ты ее там ставишь? Вот больше ты еще скажи, что тебе нужен антигравий, геотермальный источник или еще. Куча мест. Нужен, да. Куча мест, где они есть, но не рядом с своими двумя городами. Это стратегическое место, реально. Я сам там не ставлю город, чтобы у тебя не было вопросов. Ну, нифига себе, если бы ты там поставил город, вот именно там, да. Это моя территория, как бы. Да с какой стати она твоя? У тебя, блин, вот такая вытянутая вообще империя. У меня как раз все плотничком, все вот в едином таком. Если я там поставил бы, это как раз было в тему у меня. У тебя вытянутая почему-то в мою сторону, главное, вот так вот в длину. Перспектива в трех клетках от аксиомы, в трех. То есть, ближе к своему городу я не мог ее поставить. А почему тут аксиома, вот это все? У тебя есть рядом со столицей другие места, где поставили? В сторону китайца, например, того же. У меня уже два города стоит в сторону китайца. Не надо в сторону китайца. Китайц смотрит на кораллы и думает... Катя примет соглашение. Китайца, как я помогу? Продолжение следует... 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 да убил не поддавайтесь на провокации африканцы, я его тут еще ничего не завоевываю у него тут армии прилично да понятно, у меня ни одного воздушного юнита у тебя сколько? 8? ну а кто в этом виноват? я тебе не давал выставить я не говорю, что я в этом не виноват я говорю, что ты выигрываешь войну ты же отбиваешься ну пока отбиваюсь но два города захвачены у меня виноват мне кажется, что я предотдушен Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, три. А строим... Перерабатывающий комплекс, а потом шпиль разрыва. Так, здесь ремонтная мастерская. Так, надо полечить. Ты что, Тёртл, подаришь мне рабочую эту? Да, сейчас. Это просто здесь. Блин. Да, подлодка. Не хочется отвлекаться от места боя. А что ты не хочешь отвлекаться? Ты там ждёшь, чтобы меня типа зафасткликать что-то? Ходи юнитами и потом занимайся там делами. Я, например, вообще не успеваю юнитами всеми походить за ход. Лодка с одного выстрела город снимает. Но это правда город с защитой 11. За защитой 11 можно и не стрелять, по-моему. Там просто... Этот катер подводишь и всё. Вплывает лодка и все сдаются. Так, а этот рещик... Не, ну вот это не очень правильно, что с одного удара захватываются города. Ну, смотрите, у африканца есть же нормальное развитие. У меня седьмого там уровня. Надо, чтобы как-то развитие по совершенствам давало какую-то оборону. Всё-таки города. Ну, хотя бы с двух, но не с одного. Если бы с двух, это уже не так. А с одного там это совсем как-то серьезно. Не, просто понимаешь, что тут с течением времени у городов не увеличивается защита. Вот в отличие в Циве по эпохам увеличивается. А тут нету такого. Ты либо строишь здание, либо не строишь. Здесь это, видимо, они считают, что это компенсируется тем, что тут не умирают жители, если ты захватываешь город. Слушайте, а я, если танком... Ну, вайпером, который же у меня на подушках этих... Если я наеду на гнездо на море, я смогу его разграбить? Да, конечно. То есть наземным юнитом, у которого уже появились там эти подушки гравит... Это уже считается юнит не наземный, а универсальный. Да, ты сможешь. Так. 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 Так, а куда у меня этот плывет? Ой, не успешно. Субтитры добавил DimaTorzok Ну блин, нормальная вот это вообще фигня. Ставишь специально юнит, чтобы он не захватил. Нет, все равно он меня обходит. Ну потому что это обоюдоостро, что я захватываю город с одного удара, что он у меня с одного удара захватывает. Ну я его захватил, а он сразу захватил обратно. Не совсем все-таки это прикольно. Причем я поставил еще специально юнит, чтобы он мешал подойти. Нет, все равно как-то объехал его. Так там же есть типа игнор соноконтроля, что-то такое вот. Да, ну я не совсем удачно поставил. Вот и все. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надо, кстати, торговые пути проложить... Во-первых... Отправлю в Централ... Во-вторых... Четырнадцать-тринадцать... В Дангье... И в-третьих... Чтоб... Город... Саранчи радиус 11 лет... Вообще, блин... Бой... Чего саранчи? Радиус атаки 11 лет... На втором уровне... На третьем... Тринадцать... На третьем он уже не саранча называется... А как он там называется? Саракапут как-то... Да, сорокапут точно... Реш, а вот этот вот караван... Который бегает из тобой в Централ... Это ты девять науки с него получаешь? Или я? Вот я не могу понять... Ну... То, что больше, получаю я... Что я вот только что отправил... Только что вот прямо сейчас... А, ясно... Ну, у тебя же там тоже какой-то бегает ко мне? Да... Ну, у меня, да... У меня восемь науки... Я, честно говоря, не очень понимаю... Откуда берется наука в караванах... Потому что оно, походу, не от города не влияет... Потому что тобой это новый город... Не влияет от развития... Ты знаешь, я думаю, имеется в виду... Если ты из слабого города запускаешь город, в котором есть наука... То она довольно сильная там... Видимо, подразумевается, что в новом городе, которым нифига нет... Там резко наращивается наука за счет того, что там бегает караван в какой-то развитый город... Видимо... То есть, если ты запустишь из столицы, допустим... Там тебе максимум 2-3 науки может быть даваться... А вот из тобой, потому что он новый, дается новую... Ну, надо будет глянуть в следующем ходу... У меня... В следующем ходу будет... В большом... В Джамбумбе будет караван... Это второй, как бы, мой город... По развитию после столицы... Я посмотрю... Из него... Угорь! Продолжение следует... 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 как он его увидел ну джинали захватывается тут и гульчатым истребителем так а переход но у него 23 у него так какие у меня квесты вообще каменоломня ребят здесь вообще возможно каменоломню то построить расскажите если у меня нет вообще ни одной клетки на базаре да просто вообще нигде не вижу и я сверху там места же есть блин 7 ресурсов ксероксидом я в конце прошлого ну я в конце прошлый вчера когда мы и когда мы там играли говорил об этом что у африканцы сверху офигенные места и а и и и и ну вот туртал уничтожил караван который к тебе посылал мне написано туртал уничтожил караван да 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 именно тот он не ходит больше можете там какой-то на автомате юнит бегает где-то не должно по идее а где вообще-то караван был между тобой и централом где-то честно говоря мне никакого золота не пришло правильно там энергия должна прийти а двадцать три там маленькие вендерс там не сотни сотни не сотнями выхлоп от грабежа караван там что-то куль иногда культура кстати приходит иногда наука можете наука пришла а не он по-моему да это он еще не может левитировать а во базальт нашел я фиг знает где конечно бать м м в м это м м это Кстати, тут интересно, что самолёты на авианосцах лечатся. Не знаю, багом это считать или нет. Нет, там же, по-моему, есть прокачка даже. Да? Они лечатся быстрее, да. Или то, что они мощнее становятся. Ну, какая-то такая прокачка есть на авианосце, да. Ты имеешь в виду, что они у тебя каждый ход лечатся, даже когда ты атакуешь? Нет, нет, нет. Если их поставлю на лечение. Нет, ну, просто обычно самолёты в ЦИВе, в всяком случае, если, ну, и эти морские вообще юниты, в принципе, если они находятся в море и не в границах дружественных или своих, то они не лечатся вообще никак. Здесь же это, ну, в принципе, правильно, наверное, как бы ты ж теряешь ход, а не как бы там ремонтируют что-то за этот год, что-то там чинят. Да. Ну, это логично, иначе как чинить. Ну, логично, только в ЦИВе этого нету, а вот здесь есть. Галоматрица хороший спутник, где две науки с клетки дают, ой, науки, две культуры с клетки даёт. Ну, тут, на самом деле, все хорошие спутники, и производство с клетки, и пища с клетки, и тура с клетки. Так, где гнезда инопланетян? Так, похититель. Ну, вот, кстати, здесь на последней секунде город не захватишь. Я вот сейчас захватил, по-моему, 4 секунды осталось или 3, и он сразу на 12 секунд увеличилось. На перехват поставим, у него 3 самолёта. Так, уровень культуры. Что тут у нас? Орбитальные юниты дольше остаются. Два производства от фабрики. Не знаю, а вот минус 10 культуры, чтобы давало, а потом штраф к науке меньше. Вот это неплохая штука. Какая штука. 4 вылез тут так ведь к самолетиками покоцаем так реликвия старой земли похититель тут похитителем готов поэтому построим сеть тут неизвестно что еще торговый склад о неужели всеми винтами внезапно паха слушайте это походу не туртал разграбил караван инопланетяне только почему написала что турту непонятно нифига себе так у меня там по моему еще два а нет у меня артефактов ладно все использовал оказывается роевый интеллект да да кстати неплохо построить неплохое чудо давайте поставим юнит и тут саранча потом ремонтная мастерская и и сани у меня есть саней я еще не открыл как я понимаю смотрите я что-то вроде покупал что-то 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 вот Ну, открывает еще дофига юнитов, просто компьютер решил поглумиться надо мной. Так, торговый конвой, ну, уже немного науки, ладно, да, тут производства побольше. Так, я, конечно, могу принять его предложение, но ходов через пять, так шесть мессеров нет, так что, сам думай, особо толку тебе это не даст. Чего через пять-шесть ходов? Пеша меня захватит через пять-шесть ходов, и твои очки полетят в бытие. Ну, у тебя не все же, наверное, города. Или он тебя совсем сгинулся здесь решил? Ну, как не останется армии, чё там захватывать города твои, двадцать за чьи-то. Точнее, не наземная игра-то. Точнее, не наземная игра-то. Г�, смотрите, вагон, ммммм. Поехали. Ну, мне перехватывают вообще. Ну, блин, я как бы уже понападал просто самолетами, поэтому и не перехватывают. Ой-ой-ой-ой, что-то я проспал. Мастер в пембелуме посадил шпиона. Не сиди. Ну, конечно, не сиди, мы его убили только что. А, видимо, да. Я уже просто подряд щелкаю города и все доступно. Кто не знает, когда показывают самолеты города, там, наверное, то, что то показывает, то нет. Я затрудняюсь с ответом. О, тут у нас куча. Титана. Кстати, надо купить сюда рабочего. А сколько стоит гидра 630? Нет, пускай там строится гидра. Я рабочего куплю. Тобо свободен. Так, и здесь похититель построен в пембеле. Давайте теперь построим институт. Так, где-то еще закончилось вот в Ричкорте. Тут я, по-моему, строил юнит, поэтому теперь построим... А тут есть ксеномасса. Тут нету ксеномассы. Ну вот и. Тут нету! Здесь нет, либо посадочных пола... Ксеномассы. Что стоит тут? Там стоит. Там стоит here. Там стоит. Здесь нет. Там стоит. Там стоит. так нормалек так так а и и и странно лодку вижу атаковать не могу а 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 и а и и и и и и и Зря мне там рабочие меня увидят. Эх. Так. Боже, да сколько ж вас тут. Боже, да сколько ж ты. Туртл, я готов ход закончить. Ты как? Туртл. Заканчивай. Ну я к тому, что не будешь там на последних секундах ходить. Ну ладно, пока мы тут уже... Нет, нападать не у. Ты боишься, что я похожу. Не, ну просто я-то я тоже буду держать юниты до конца хода. Я про это говорил, но пока мы тут это обсуждали уже... Ну ладно, ребят, спокойно. Собственно, ход уже и закончился. Ну блин, все-таки уничтожили там моего. Ну ладно, давайте. Не надо, конечно. Меня. Не надо. Нет. ксена сирена хочешь сюда призвать инопланетян они же по идее откуда-то плывут сюда или они генерируются в том месте где ксена сирена никто не в курсе да не вроде плывут ну то есть их лучше где-нибудь не в центре владений такси на сирену зафигачивать а в стороне немного но сбоку чтобы проще было подплыть боя а 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 это бесплатный юнит гелия приемник но как ну захватит город что я могу сделать если по фастклику попробовать то можно убить непреклонного а Продолжение следует... Камрад, а ты заповедники продашь? Соглашение? Кому? Корейцы? Нет. А энергосистему интеллектуальную? Еще раз, а что она дает? 4% от запасов энергии. Ну тоже сказали, что инга сильная. У тебя интересная, конечно, тактика игры. Не торговать, потому что все это имба. Ну у Китая реально очень жесткие соглашения. Ну да, суров он так с нами. Типа выигрываете нормально, а не имбу тут используете. А, так Корея и так получает плюс 2 производства стратегических ресурсов. Да, Корея там стратегических ресурсов науку 3 колбы получает, потом 2... Я не получаю. А, кстати, куда делась? Я давно не получаю. А куда делась? Так как только войну я объявил. А это что, от африканцев было? Соглашение, да. И что, он тебе решил больше не давать? Нет. Не дает. Вообще-то ты не предлагал. Да? А я что думал, что предлагал? Ты спросил, я тебе сказал, а я дам. Мне хорошее. А, да? Конечно, в любом случае меня спроводится, что ты это можешь предлагать. Давай. Ты же, кстати, африканец, тебе надо было просто расфигачить авианосец этот, и все. Вообще-то там не один авианосец. Так ты думаешь, я типа, это его не защищал этот авианосец, что ли? А, я посмотрел, он тут один стоит. Это я просто сейчас отвел юниты, потому что тут можно было его юниты покоцать. А так ими авианосцы за моими юнитами стоят. Все мои авианосцы. Более, он уже качаный авианосец. Что-то обычный авианосец или клевом? Нет, это уже с одним уровнем авианосец. Первый авианосец, я первый авианосец построил, думаю, сейчас поплыву к африканцу. Ага, на него только один самолет можно посадить. Обалдеть. Офигенный юнит. 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 там если будет время африканец примешь предложение я мастер фаст клика это в начале хода было не поверишь туртл это не конец хода был это начало хода не знаю у меня не прородился еще ход и уже все походить ну вот вот так да вот так люди играют и я еще жалуюсь на других людей которые меня об фаст кликивают прикинь то есть я еще слоупок на самом деле люди кликают еще намного быстрее и это реально в начале хода было не в конце я шифтами не пользуюсь в принципе название прикольные у этих винитов праведности грибовщик каратель надо было нагибатора какой не сделать еще вот вот это чувак уже наконец сможет левитировать да парит над землей и водой а тут еще не мог парить в миазме отлично а это будет подводная лодка я так понимаю все науку воруют у африканца я думаю вот может ему сейчас удар колоссов нашла хочу ну кстати хорошая идея будет между прочим ну типа мне ближай ну типа мне ближай а я тебя коз на самом деле когда уже прокачан этот кракет не страшно вы открыли роевой интеллект вот это чудо мне надо построить где у меня самое большое производство 93 100 о 144 нифига себе блин она так нехило стоит это чудо видимо не будем строить 12 ходов слишком дофига так похититель построен теперь ботанический сад 2 хода 3 хода слушаю черепаха я цвищу союз кину и примешь когда время будет подожди какой союз ты чего ты мне войну объявимой скорее принимаю мастер вменяемый вообще человек я думал только объявления войны блин ну охренеть может забирать джин-бум-бу сейчас смотри сколько у тебя не значит что я сразу значит выгодно вполне для тебя чё это ему это выгодно сколько у тебя науки перестало пребывать интересно сейчас и энергии честно говоря где-то 100 энергию точно блин стал а по науке энергии охренеть блин вас приводит принимаем мир быстрее и предлагай союз снова сидят друг друга и бывает понимал ну конечно да тимплей у нас сотрудничество пойду не выгоднее пока союз держать с африканцем то что от него соглашение клево да ну тогда я не буду к тебе посылать каравана окей африканца скоро не будет зато ты хочешь со мной испортить нас отношения на ровном месте ну так я же на сотрудничество я не буду самую сотрудничество заключать и караван к тебе посылать караваны ну ладно когда я подожду пока пускайте камни караваны я тоже не буду торговать лучше нет я сейчас все пошел киски целую буду с ним торговать все смысл блин ты мне войну объявил сейчас только что на ровном месте потом еще не хочешь союз со мной заключать но мы это войну случайно объявил оля халки на эту энергию потерял г ну может 100 такое говорит у меня блин 25 вход всю игру ты такой блин может стоял предложение мастер не понял почему подождите с кем я теперь вам а потому что в союзе с африканцем был а я стал в союзе с кит салом да ну ослаждайся нафига ты объявил союз с африканцем ну прям чтобы колбы молодец давай мириться официально дай мир я на этом пока все для того чтобы успеть до начала нового года я буду стараться выкладывать серии каждый день но если вдруг все таки будут проблемы тут загрузкой то через день должна появиться серия в любом случае спасибо что досмотрели до конца не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры